Сегодня мы с дочерью будем готовить вот такое блюдо под названием кушари. Я не ошибусь, если скажу, что это самое популярное, ну и самое дешевое блюдо. Что нам для этого понадобится? Чечевица готовая, отваренная и нухут. Это из тех продуктов, которые долго готовятся, их нужно предварительно приготовить. И отвариваем заранее макароны из зелья. Они могут быть любой формы, большие, маленькие, какие вы хотите. Все по вашему желанию. Поставим отдельно отварить в кастрюли. И пока они у нас варятся, мы будем готовить следующие ингредиенты. И это у нас лук. Лук можем нарезать как хотите. Можно полукольцами, можно кольцами даже. Для этого мы приготовим муку. Туда засыпем сахар и обваляем вот этот лук в этой муке. Сахар мы добавляем для того, чтобы изменить его и вкус, и для того, чтобы он немного карамелизировался и был такой вот темненький, красивый. В сковородку наливаем масло и туда закидываем наш лук, который мы обваляли в муке. Перемешиваем его аккуратно, чтобы ничего не слиплось, чтобы лучок к лучку был. Чтобы все было отдельно, красивенько. Жарить надо довольно-таки долго, поэтому надо его закинуть прям в кипящее такое горячее масло, чтобы оно быстро не дало воду, как бы, да, сок. Вот до такого цвета мы его доводим, да, прям до коричневого. И они вот такие вкусные, хрустящие, просто как сухарики бывают. Так, сейчас нам надо приготовить рис. Рис мы готовим как масло, естественно, да, в кастрюлю. Потом в это растопленное масло закидываем вермишель. Вот такой вот вермишель. И жарим вермишель тоже до коричневого цвета. Все, что жарят египтяне, все жарится до коричневого цвета. Как мы, они ничего не пассируют. В общем, жарим его. И туда же, в эти макарошки, как их там, вермишельки, добавляем рис. Рис, который мы предварительно замочили, дали стечь воде. Добавляем. И вместе с рисом уже тоже нам надо будет перемешать эту вермишель. Вот такой плов они отдельно тоже подают каким-то таким легким блюдом к овощам, например. И жарим все это масло до тех пор, пока вот не начнется комковаться этот рис. Он уже готовый. И уже потом мы заливаем его водой. Можно залить бульоном. Все по вашему желанию. Если есть бульон, можно бульоном залить. И заливаем все на глаз. Я готовлю на глаз. Закрываем крышкой, делаем маленький огонь и оставляем его вариться. Теперь нам нужно сделать наши соусы. Масло в сковородку. Лук. Ой, то есть чеснок у нас очищены и нашинкованы мелко. Жарим его в этом масле. И готовим вот такой вот выжимаем лимон и разбавляем уксус водой. Разбавляем его горячей водой. Ну, пробуйте сами на вкус, да, по вашим вкусовым ощущениям. Да, той консистенции, которая вам нравится. Горячей водой заливаем, потому что нам потом надо будет залить это в масло, чтобы это все безбрызгом обошлось. Вот так вот залили чеснок маслом. Все, перемешали. И, в принципе, наш соус готов. Еще египтяне сюда могут добавлять очень много красного перца. Он прям краснеет сильно. И вот она острая такая получается подлива. Вот. Добавили туда еще лимон. Ну, вот интересно. Это как, знаете, вот лимон и уксус. Это как помидоры и томаты разбавляют. Вот то же самое, наверное. Для меня это непонятно, но, в общем, они так делают. Так, еще раз жарим мы чеснок. И уже в этот жареный чеснок мы добавляем перемолотые, да, переблондированные помидоры. Все это тщательно перемешиваем. Добавляем по вкусу соль. Можно немного перца. Ну, и обязательно кумин. Я всегда говорю, что кумин – это приправа номер один. И ни одно блюдо без него не обходится. Вот. Хорошенько прожарим. Его можно вот оставить прям до темного цвета, чтобы он такой красивенький прям у нас был. Вот так вот. Посыпаем в конце. Это блюдо вообще египтяне очень любят. Это очень популярное у них блюдо. Я его очень редко готовлю. Наверное, два раза за все время приготовила. А доча готовит его гораздо чаще. У нее уже рука набита. Поэтому я решила воспользоваться ее ручками. И вот она и готовит его вам. Все. Вот она уже чуть испарилась влага. И уже соус готов. Вот наши все ингредиенты, в принципе. Рис, все, что у нас мы приготовили. Теперь нам осталось только собирать наши кушари в блюда. Так как они делают. Это можно прям по тарелочкам каждому отдельно сделать. А можно в общее блюдо и оттуда уже себе на тарелочку выкладывать. Выкладываем вначале рис. В принципе, нету такой строгой, как это называется, его, в какую очередь выкладывать. Все по вашему желанию. Потом выкладываем макароны. Вот мы вот такие вот макароны отварили. Можно вообще разных форм одновременно отварить. И там и большие, и маленькие, и в цветочек. Ну, в общем, все по желанию. Вот мы забыли сюда закинуть нухуд. Но он тоже здесь присутствует. Вот, в принципе, его тоже нужно было сюда выложить. Вот так вот горочкой. Разные формы можно, как бы, да, можно квадратиком, можно бугорочком, как бы, да, собрать. Это кушари в блюда. Потом чечевицу. Количество тоже, все зависит от вашего желания. Ну, например, в кафе, когда мы кушаем, тоже в некоторых местах бывает совсем чуть-чуть этой чечевицы. Некоторых прям совсем побольше. Все зависит от вкусовых предпочтений. Как вы хотите, так вы и формируете свое блюдо. И сверху мы уже наливаем вот эту подливочку и лучок. Ну, блюдо очень вкусное, советую. Углеводное. Ну, мужчины вообще его любят, как бы, да, поэтому пользуйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.